Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Анна Глазунова. Прямо сейчас все подробности о событиях студенчества и не только. Сегодня вы увидите. Состоялся ученый совет КФУ, каких изменений ждать университету. Тему СМИ и благотворительности обсудили в Казанском университете. Чем удивит погода жители Казани? Уже с октября этого года Казанские федеральные ожидают новые изменения. Например, у сотрудников КФУ будет повышен уровень заработной платы, на площадке вуза заработает новый центр, один из институтов будет переименован и еще многое другое. С подробностями познакомит Аделя Шемилова. 24 сентября состоялось первое в новом учебном году заседание ученого совета Казанского университета под председательством ректора КФУ Ульшата Гавурова. Заседание совета началось в торжественной части. Вручение сертификата на премию имени Камиля Валеева по итогам конкурса научных работ среди студентов университета. Ее обладателем стал Илья Чуприн. Учредителями премии выступили семья Камиля Валеева и Казанский университет. Ее размер составляет 50 тысяч рублей. Затем совет приступил к основной повестке дня. Наибольший интерес вызвала новость о плановом повышении окладной части заработной платы. Мы предлагаем профессору к федеральному составу и нашим сотрудникам повышение в размере 5%. А всем остальным персоналам, административным управлением, учебным, вспомогательным и осложным персоналам, а самым структурным подразделением, реализующим образовательным программам и образованием, среднеперационное образование и профессиональное обучение, дополнительной персональной программой 4%. Значит, вот, мы сейчас создают, для чего нам увеличивают контингент платного образования, другие дела, но все-таки мы конкурировали в должности по уровню заработной платы. Почему? Мы прошли по пути, то есть не до плат, а подъема базовых, чтобы при приеме на работу люди были уверены в работе в университете. Также проректор по финансовой деятельности предложила изменить структуру персонала. Главным образом это касается руководителей высших школ. Из состава административно-управленческого персонала они получают статус, приближенный к уровню декана факультета. Соответственно, увеличится и уровень оплаты труда, и количество от ней отпуска. Затем ученый совет утвердил доцента кафедры физической химии, химического института имени Бутлерова Михаила Варфоломеева, в качестве претендента на заискание премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для младых ученых 2018 года. Да, действительно, в России объявлен конкурс на заискание премий для молодых ученых в различных областях наук. Это премии президента Российской Федерации. Эти премии призуждаются по определенному набору критериев. Этим критериям не так просто удовлетворить. По вопросу об итогах приемной кампании, слово было предоставлено ответственному секретарю приемной комиссии Олегу Бодрову. В этом году у нас 12 788 человек зачислено на первый курс, в то время как в прошлом году на эту дату было зачислено 11 032 человек. То есть результат более чем в полтора раза превышает прошлогодний. Это отрадно. В последнем вопросе повестки дня ученым советам университета были приняты изменения в структуре. Высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета переименуют в высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации имени Бодуэна де Куртыне, а также откроют центр проектных компетенций. На юридическом факультете начнет работу центр практик. По итогу голосований предложения получили единогласную поддержку ученого совета Казанского федерального университета. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась ток-шоу на тему СМИ и благотворительность, сотрудничество, партнерство, развитие. Подробности в сюжете. 25 сентября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча на тему СМИ и благотворительность, сотрудничество, партнерство, развитие. В ходе встреч стоялся открытый диалог журналистов и тех, кто профессионально занимается решением социально острых проблем. Одна из проблем в социальном служении – это некое недоверие, которое есть у населения, о расходовании средств. Поэтому мы понимаем, что все должно быть открыто. Тема благотворительности – это, пожалуй, одна из сложнейших тем для освещения. В ее основе всегда лежит острая проблема, которая требует незамедлительного решения. Очень важный аспект один – мы должны затронуть тему личного участия журналистов в благотворительности. Потому что любой журналист, когда описывает какую-то социальную проблему, случается в нее, пропускает через себя и сам становится участником этого процесса. Одна из ошибок журналистских. В погоне за хайпом нельзя переходить, наверное, где-то границ. Мировая православная общественность переживает потрясение. Украинская православная церковь планирует выйти из состава русской. Как сложатся дальнейшие события, каковы реакции на конфликт сторон, вы узнаете в нашем сюжете. В мировом православии наметился конфликт церквей. Константинопольский патриархат, базирующийся в Турции и Греции, в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине, назначил своих экзархов, то есть посланников. Константинопольский патриарх, он же достаточно видная фигура в православном мире. Он объединяет достаточно большое количество поместных церквей. Это и дарование автокефалии, это и вопросы пересмотра анафем, наложенных церквями. Они были направлены в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. В начале сентября произошел синаксис, на котором, собственно, были утвердены экзархи для консультации с неканоническими православными церквями, так называемыми раскольниками, о предоставлении акефалии и дальнейшем объединении вот этих церквей. Синаксис – это собрание представителей церкви. Автокефалия в данном случае – получение независимости украинской православной церкви от русской. Толщок, который катализировал все эти процессы, это будет социально-политический кризис на Украине 2014 года. И, соответственно, с этого момента начинаются попытки отобрать имущество украинской православной церкви. И, собственно, разрабатываются проекты, как отделить церковь от дружественных и тесных культурных и религиозных связей с Российской Федерацией. Русская православная церковь ответила на это действие. Это выступило с уже непосредственным заявлением о том, что она прерывает поминания Константинопольского Патриарха на литургиях, запрещает своим клирикам участвовать в совместных мероприятиях, где главенствуют клирики Константинопольского Патриарха, и запретила общение с этими двумя экзархами, которые сейчас действуют на Украине. Конфликт может вызвать последствия и в православном мире, и на Украине. Глобальный конфликт может привести к расколу православной церкви. Подобная практика приведет еще к большему разделению населения и, соответственно, произойдет к столкновению, потому что будут попытки захватить эти храмы, а ведущие будут максимально пытаться их защитить. Артем Тупичкин, Универньюз. Сентябрь в этом году оказался теплым и сухим. Температура была выше на 3-4 градуса среднемесячной нормы. Бабье лето наступило так же неожиданно, как и закончилось. Каких еще изменений стоит ждать от погоды? И нужно ли готовиться к дождливой осени? Разберемся прямо сейчас. Теплые выходные порадовали всех казанцев, а вот новая рабочая неделя началась с резкого похолодания, ветра и дождя. Все это произошло из-за прихода циклона северо-запада. Именно он принес непогоду. В ближайшее время через нас будет проходить фронт окклюзии. Это означает, что выпадет достаточно большое количество осадков. По прогнозам должно выпасть 9-10 миллиметров. Это почти четвертая часть месячной нормы. То есть это достаточно приличное количество осадков. И будем находиться под влиянием арктических воздушных масс. То есть вот холодный воздух, он будет затекать вот сюда, к нам. По прогнозам гидромедцентра России уже с 25 сентября температура пойдет на понижение. На этой неделе также стоит ждать обильных осадков. А вот октябрь возможно встретит казанцев теплой погодой. Может быть случится такое, что в начале октября придет антисклон к нам. И поскольку еще радиация достаточно высокая у нас, уровень радиационный, то температура повысится и у нас снова будет все-таки погода покомфортнее. В начале октября еще можно будет насладиться теплыми деньками. Но вот потом осень полноценно вступит в свои права. Будет дождливая и холодная. Поэтому запасайтесь теплыми вещами и хорошим настроением. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотри на социальных сетях. Пока.